Девушку, пощекотавшую грудь памятника Родина-Мать, отправили в СИЗО до 10 марта. 23-летнюю Алену Агафонову обвиняют в реабилитации нацизма. В прошлом году она сняла шуточный ролик, в котором шевелит пальцами у груди монумента, напевая цирковую мелодию. Видео вызвало волну возмущения зет-патриотов, которые написали на Агафонову заявление. Девушка успела уехать из страны, но 8 февраля по неизвестной причине вернулась. Ее задержали в аэропорту сразу после прибытия, заставили извиняться на камеру и отвезли в Волгоград. Там суд отправил обвиняемую под стражу. Башкирский активист потребовал закрыть срамные места у памятника Родина-Мать зовет в Волгограде из-за ее откровенно торчащих сосков. По мнению оскорбленного активиста, в распутном образе памятника виноват Советский Союз. СССР делала много ошибок. Одна из них – это статуя. В Красноярске при попытке улететь в Казахстан после обыска задержан художник Василий Слонов. Против Слонова возбуждено уголовное дело по статье о неоднократной пропаганде либо публичном демонстрировании экстремистской символики. Это следует из постановления следователя, которое опубликовала супруга Слонова в инстаграме художника. Тело мобилизованного из Бурятии больше года лежит в подбитом в Украине танке. До войны Дмитрий Ихинеев работал на должности старшего государственного инспектора в Бурятском национальном парке. 22 сентября 2022 года Ихинеев был назначен старшим механиком-водителем, а уже 6 февраля 2023 года был направлен в танковый штурм под Угледаром, где в неравном бою пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу, сообщила администрация парка, где раньше работал мужчина. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Хоть за собаку буду голосовать, за Путина не буду. Репортаж из Харпа, куда этапировали Алексея Навального. Ровно три года назад Алексей Навальный вернулся в Россию после отравления и сразу оказался в тюрьме. В конце декабря 2023 года стало известно, что его этапировали в исправительную колонию номер 3 «Полярный волк» особого режима в поселке Харп. Наш корреспондент съездил в Харп и узнал, как живут люди в вечной мерзлоте и какие у них политические взгляды. Пока мы готовим для вас видео-репортаж о жизни в Харпе, прочитайте наш текст о суровой земле полярных сияний, где сейчас находится самый главный оппозиционер страны. Полностью читайте текст на нашем сайте Sotavision. Ссылка в описании. Эльхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане, набрав 92,12% после подсчета 100% голосов. Это уже пятое выдвижение Алиева в президенты. В ней очередные выборы в Азербайджане приурочили к 20-летию его правления. До избирательной кампании не был допущен ни один независимый кандидат. Подконтрольные властям оппоненты хвалили достижения президента и выражали ему свою поддержку. Сам Алиев в дебатах не участвовал. Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента. Впервые с 2008 года он будет включать только четырех кандидатов. Школьника из Уфы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за видео с накрашенными губами. 16-летнего подростка признали виновным в ЛГБТ-пропаганде после того, как в сети завирусились ролики с празднования 15-летия уфимской школьницы. На них подростки едут в лимузине, в котором выпивают, танцуют и целуются. В какой-то момент один из парней с накрашенными губами разделся перед камерой. Школьник был вынужден записывать видео с извинениями и попытками убедить всех, что не имеет отношения к ЛГБТ. Росфинмониторинг внес координатора Левого фронта Сергея Удальцова в перечень экстремистов и террористов. 12 января Басманный суд Москвы отправил Удальцова в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Поводом послужили его посты об участниках марксистского кружка в Уфе. В 2020 году они были задержаны по статье о террористическом сообществе. Для проведения митинга в Ленобласти потребовали от активистов нанять охрану, арендовать металлодетекторы и противодроновую систему. Провести акцию экологи решили из-за неприятного запаха, идущего с мусорного полигона рядом с Гатчиной. Протестовать жители области решили по закону и подали уведомление о проведении митинга, назначенного на 11 февраля. Мэрия на акцию согласилась, но поставила условия нанять охрану, арендовать металлодетекторы и противодроновую систему, а еще оградить место протеста забором.